У нее распущенные волосы, как закатанные все вокруг головы, длинные, и руки в растяжках вниз тянут. В биороботе? Вышла копия. Нет, тонкая копия. Тонкая копия. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитными потоками чистых энергий Абсолюта. Берем гюлин, защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией гюлин, поднимаясь в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем гюлин. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Она не понимает, где она находится. Она в каком-то состоянии. Убрать растяжки? Уберем ее с рук. Хорошо, снимаю. Скэнер просканируй. Сейчас все видимые подключки. Отключи их. Выведи из ее биополя. Все, что выходит, формируется в шар и отправляется силам его намерения в клетку-тюрьму. Ну, они от рук растяжки шли к каким-то большим, очень тяжелым кубам. Такие они алюминиевого цвета. В клетке? Они в клетке, да, один на другом стоят. Хорошо, гюлин, вы нас слышите? Натрят руки и вот как с лица себе что-то снять хочет. У нее как пелена на лице. Она отгоняет ее. Слышу, но не вижу, говорит. Хорошо, включая внутренний белосвет гюлин. Этим светом она выдавливает из себя всю эту пелену. Негативная патогена низкооперационная формируется в шар перед ней. Все до последней частички выходит. Остается 100% энергии гюлин. Пошел процесс. У нас серым туманом вышло. Отправляем в клетку-тюрьму. Так видите нас? Да, так намного лучше, но не до конца еще резкость. Хорошо, мы все уберем. Вы даете согласие нам на работу? Я даю согласие. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой гюлин под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел гюлин, находит все. У нее сразу вышел арахноид и у него несколько небольших вышло арахноида. У них там тренировочный какой-то объект в волосах. Тренировочный объект в волосах, арахноид? Ничего на тебя потренирует? Да, там не инкубатор, а именно тренировочный. Вот эти волосы, которые у нее как скатанные на голове были. Там внутри на тонкой копии у них тренировочный объект. Он их обучает там, как энергии получать. Нормально. Такое еще не слышал, честно говорю. Как этих арахноидов там? Они как-то под ним стоят, и у него глазки бегают, он их прикрывает всех. Я не собираюсь воздействовать на твоих арахноидов. Мне нужна информация. Будешь меня обманывать или давать ложную информацию, накажу. Пять. Пять. Хорошо. Итак, кто у нас еще? Гомоноид. У него кольцо на шее, и это его алюминиевые кубы. У него кольцо на шее. Какое кольцо? От него кольцо на шее. У нее? Да. Хорошо. Снимая это кольцо, она летит в клетку-тюрьму. Она таким же цветом, как эти кубы, как алюминиевые. Сколько кубов? Два на срок сняли, которые... Понятно. Хорошо. Кто еще? Синий дракон, инсектоид. Синий дракон. И бес. Как же без беса? Плюс беса. Какой бес? Босинь. Итак, первый мой вопрос к вам. У кого есть контракт с Гюлин? Проверь дракона. О, снимается маски и голограммы. Дракон предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. А, нет. Это дракон. Проверь на контракт его. От него что-то идет. Я сначала его спрошу. Пусть он сам скажет. Перед тем, как я достану печать дракона и включу ее на полную мощность, пока ему голову не оторвет. Итак, синий дракон, я спрашиваю второй и последний раз. Есть у тебя контракт или нет? Да, у них есть договоренность в прошлой жизни. Ты пытался ее утаить? Они встречались раньше. Нет, он ничего не утаивал. Какой синий дракон считает цифры над головой? 38, 25. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. И даю команду тонкой копии Гюлин спроекцировать все энергетические и сферические каналы. Прям негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Гюлин. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полнуюту души Гюлин на настоящий момент. 98. Я очень надеюсь для гуманоида, что эти 2% находятся в этих артефактах, которые он вставил в его подключках. Итак, сколько бес находился в этом биополе? 4 года. Сколько находился инсектоид в этом биополе? 2 года. 2,5. Нет, 2,4. 2,5. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. 7. 7-8. 7-8 лет. Хорошо. Откуда гуманоид? Сириус. Кто ты гуманоид Сириуса? Похититель душ. Ловец душ. Понятно. И сколько ты находишься в этом биополе с этой подключкой? И цель твоего? Твоей подключки? Год и два месяца. Да. Цель изнемождения. Изнемождение? Да. Когда вы изнемождены, у вас легче отщеплять и перекачивать биоматериалы. Так ты неправильно выражаешься. У тебя цель была отщепление души и перекачка биоматериала. И как побочные явления истощения появляется. Правильно. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе со своими арахноидами? 5 лет 4 месяца. Пропал звук. Сколько? 5 лет 4 месяца. 5 и 4 года. Хорошо. Сколько у тебя инкубаторов инсектоид? Один. Хорошо. Ждем реверса энергии. У него как звезда инкубатор. Она упирается со всех сторон ей. Вбок, и вверх, и вниз. Вот я и думаю, что она чувствовала эти конструкции в своем биополе. Она должна была у нее физической болью отражаться. Была физическая боль инсектоид? Боль. Боль. Проблемы с пищеварением. Боль и проблемы с пищеварением. Хорошо. Он перекрывал. Показывает, как он ее перекрывает. Такой не один врач не найдет. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Гюлин забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилие потоки в 50 раз. Кто из присутствующих находится в квартире, Гюлин? Парахноид находится. Да. Без. Да. Синего дракона есть платы. Все. Хорошо. Синего дракона платы. И контракт на него еще. Реверс закончился. Начинаем с вытасканья того, что осталось. Без. Выходи. Снимай все, что ты оставил. Биополе Гюлин. Отключайся полностью. И скажи мне сразу, где находится лярва в ее биополе. Вот в животе и находится. Хочешь получить их? И на запястьях у нее затемнение от растяжек. Хочет. Хорошо. Выходи. Вытаскань сначала все, что ты оставил. Потом я отдам тебе отдельную команду на лярва и затемнение. Приступай. Как снимешь, доложи мне на месте, что ты все снял. Ну, у него такие, как тапочки какие-то. Они вместе склеены друг с другом. И там что-то насыпано, чтобы она беспокоилась, тревожилась. Он снял. Разрешай здесь забрать лярву и все затемнения, которые находятся в ее биополе. Аккуратненько снимай и возвращайся назад. Приступай. Готов. Хорошо. Инсектуэт. Твоя очередь. Выходи. Вытаскивай свои инкубаторы. Крепли неаккуратненько. Вытаскивай всю жидкость, чтобы следов не оставалось. И возвращайся назад в клетку. Приступай. Готово. Синий дракон. Выходи. Вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. У него слово идет. Он плату снимает. У него слово идет. Обучение. Обучение. Где она обучалась? Да. Институт, университет. Он с ней обучался. Это их был договор. В прошлой жизни. Он ее научил. Он ее чему-то научил. В прошлой жизни. И за это только обучение хотел? А в этой она обучается. И он с ней тоже проходит обучение на земле. Как ты воздействовал на нее по мере обучения? Уставала она больше. За двоих. Вот. За двоих уставала. Ты же понимаешь, дракон, что ты сегодня контракт? За двоих училась. Да, за двоих уставала. А чему ты ее научил в прошлой жизни? Дал ей определенные знания. Какие знания, дракон? Может, тебе стоит обернуться и посмотреть, где ты находишься? По контракту находится. Он не боится. Хорошо. Я контракт сейчас аннулирую. И опять тебе задам этот вопрос. Или считай сам с контракта. О каких знаниях идет речь? Юлина, вам известно что-то о контракте с драконом? Нет. Хорошо. Проверим. Итак, Вера, снял инсектоид, дракон все? Да, снял. Арахноид, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Паутину, иголки, все вытаскивай, возвращайся назад. Как ты воздействовал на нее? Что это была? Каша в голове? Головные боли? Мигрени? Что это было? Боли, мысли. Проделись одной на другой, без остановки. Потому что там шло, как полигон у нее там был. Он с нее снимает с лба, как парик достает. Вот этот начес, я бы сказала, такой полукруглый вниз. И там под ним они обучались. Гуманоид, на твоей частоте что-то осталось? Посмотри. Нет. Хорошо. Итак, у нас контракт с драконом. Давай, наверное, мы сразу перейдем к аннулированию контракта, а потом пойдем по программе, чтобы он нам не мешал. Итак, Гюлин, дракон утверждает, что у вас есть с ним контракт. И с прошлой жизнью он чему-то вас научил. С прошлой жизнью, а в этой жизни вы работаете, живете за двоих. Он обучается вместе с вами. Вы тратите на это двойную энергию. Вы готовы расторгнуть этот контракт? Да, готова. Я говорю вслух, а тонкая копия Гюлин повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Большая книга с синим цветом. Поставь монитор и посмотри, о чем идет речь в этом контракте. Ну, от него идет уже информация. Убрать монитор? Да, убирай. Убираю монитор. 1872 год. Да. Азия. Да. Она, во-первых, владела боевыми искусствами. Она учила ее летать? Это что-то, ну не совсем летать, но это какое-то передвижение. Крыжки. С руками и ногами. И руки как-то она так в стороны расставляет и передвигается. Как в китайском кино, когда они прыгают. И у нее были эти знания, и она гейшей была. Вот как. Хорошо. И она встретилась с ним осознанно? Или это была случайная встреча, он предложил ей что-то? Она была из бедной семьи. Так ее ребенком отдали обучаться или как было? Или она пошла своим путем в жизни и потом встретила дракона? Сейчас смотрю. Она была из бедной семьи. И к 16 годам нет младшего. Сначала, то есть 14-15 лет переход, вот это ее отдали. Я бы сказала, даже избавились. Да, были такие монастыри, в которые отдавали детей в таком возрасте и еще моложе. Она там много работала. Понятно. Их учили в смирении. Били. Били палками. Палкой. Понял. Ставили на колени. Наплакала ночь. Таким образом заключили контракт. Он учил ее этим искусством. И принесли эти искусства, которым он научил ей какие-то в жизни. Да, они дали ей уверенность. Продвижение. Уверенность, да? Понятно. Они дали ей уверенность, и они с помощью этой уверенности, то есть как, она обрела свой дух после, она поверила в себя. Хорошо, он выполнил часть своей работы. И смогла сделать свой выбор в жизни, да? Он выполнил часть своего договора. Со своей стороны, она до нашей встречи исполняла условия твоего договора. Пришел момент, когда по закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, она имеет право расторгнуть любой контракт. Итак, Гюлин, вы готовы его расторгнуть? Да, готова. Повторяйте за мной. Внутрию властью моего суверенного я, я объявляю, что при душе и законном права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Ей возвращается энергия светлая. Хорошо. Готова. Открывая воронку в галактическое дро, все аннулированные контракты и отработанные контракты вместе с их фантомами уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Возвращаемся назад. Переходим к рассинхронизации. Сейчас мы все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Гюлин с арахноидом, его подключками, гуманоидом, его подключками, силиндраконом, его платами, инсектоидом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Скэнер, дай мне полонту души Гюлин на настоящий момент. 100. 100. Отлично. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. 300. Подхожу к Гюлин, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое дро, они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Итак, здесь мы все вытащили. Бес, синий дракон, арахноид. Сейчас я открою вам два портала в дом, в квартиру Гюлин, где она живет. Вы соберете все, что там оставили. После этого я приду проверю и отпущу вас каждого на вашу чистоту. Бес, если хочешь, я могу собрать негатив весь в квартире Гюлин и отдать тебе в дорогу. Да, он хочет. А эмоциональный фантом тебя интересует? Да. Хорошо, назовешь мне туда первые причины, после того, как я все зачитаю. Выходит эмоциональный фантом Гюлин, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию злости. Все это низкоабрационное и резисгенерированное проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но не вышел фантом, он очень похож, как будто кто-то такие завитки карандашом делал нервные, очень много кругов разных, особенно в области головы и нижней. Хорошо, Гюлина, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться и расстаться с ними? Да, готова. Сворачивай энергии в шар, бес забираешь? Поводят спазмы какие-то, как спазматические мысли, да, забирает. Отправляю беса. Готова. Хорошо. Открывается два портала в квартиру Гюлин. Один, два, три. В один уходит бес. Во второй портал уходит синий дракон и все арахноиды. Закрывай, опечатывай, растарей. Готово. Инсектоид, и больше в это биополе не придешь. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растарей. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса год и два месяца сидел. Растяжки, шар с затуманенными энергиями, кольцо. Какое-то и два куба мы вытащили, которые отягощали это все. Вернули 2% души. Мы его забираем. Если все вернули, уничтожайте. Хорошо. Под всеми артефактами гуманоида открывай воронку в галактическое ядро. И это все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Да. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Гюлин. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я великолепно чувствую. У меня тихое счастье внутри. Я ощущаю невесомость и легкость. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биороба душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Гюлин в ее систему биороба душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, что я всегда знала, что есть душа, но так четко никогда ее не слышала. Ее надо заполнять энергией, эту душу. Выставлять защиты. У нас есть обучающее видео. Обратите на них внимание. Готово. Отключайся от объекта.